Среди наиболее частых нарушений руководитель регионального антимонопольного ведомства отметила безымянные фирмы, которые оказывают услуги на финансовом рынке. Финансово-кредитные организации зачастую забывают указывать свою организационно-правовую форму. Важную для клиентов информацию прячут за мелким шрифтом. В итоге сумма кредита выходит совсем не той, что была обещана. Заявитель не понимал из рекламы, ему казалось, что это выгодные условия. И, собственно говоря, в итоге сумма кредита будет гораздо меньше. Оказывается, наоборот. То есть она обязана будет проценты заплатить больше и больше. Или наоборот, если он вкладывает деньги свои под определенный процент, то все-таки не получает желаемого результата. Бывает и так, что финансовая организация якобы прекратила свое существование, а реклама осталась. И деятельность, как говорится, втихаря продолжилась. В таких случаях материалы передаются в прокуратуру. Хитрят и в рекламе банкротства физических лиц. Обещают золотые горы, а вот о плачевных последствиях умалчивают. Это невозможно снова взять какой-то кредит. В течение определенного времени это невозможно занимать определенные должности. И вот сегодня мы ведем такой жесткий контроль тоже за этими рекламами в части добросовестности, надлежащего размещения информации в силу закона. То есть, чтобы не вводить в заблуждение. От действий недобросовестных организаций, предлагающих банкротство, страдают не только заемщики, но и банки, отметили в антимонопольном ведомстве.